К другим темам. Якутска с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Руководитель федерального ведомства побывал на нескольких социальных объектах, встретился с главой республики Егором Борисовым и провел селекторное совещание с регионами Дальнего Востока по вопросам демографии, передает Юлия Михайлова. Максим Топилин вначале посетил стройплощадку Республиканского детского реабилитационного центра на 100 мест стационара и 150 мест дневного пребывания. Новый центр распахнет свои двери в конце 2017-го. Его открытие улучшит ситуацию со своевременным оказанием медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам, которых на сегодня в республике насчитывается почти 6 тысяч. Большинство из них – жители столицы. Также в первой половине дня Максим Топилин посетил Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. Сегодня здесь готовят поваров, портных, продавцов-кассиров, обувщиков, индивидуального пошива. Готовая продукция студентов реализуется в Сахабулте. Оцениваю неплохо. Нам сегодня удалось посмотреть несколько объектов. Пока еще новый, еще строящийся реабилитационный центр для детей-инвалидов. Я думаю, что из него получится очень неплохое учреждение. Тем более мы договорились о том, что в рамках программы «Доступная среда» мы будем использовать наработки коллег с точки зрения такого межрегионального подхода, с тем, чтобы те методики, которые используются в республике Якутия, могли быть опробированы и использованы в других регионах. Поэтому опыт есть неплохой. Детский реабилитационный центр строится на средства фонда будущих поколений. А помощь федерального центра Якутии будет направлена на строительство других объектов. Сегодня мы как раз в поддержке Максима Ториевича, министра, строим Томоцкий неврологический центр. Сегодня поставили вопрос строительства Вильевского неврологического центра. И, в принципе, мы получаем поддержку. Кроме того, в методическом плане у нас очень серьезные разговоры состоялись со стороны наших специалистов, наших руководителей. Мы везде получили исчерпывающие ответы, которые необходимо нам очень четко для себя представить и работать дальше. И самое главное, почувствовали определенную ответственность по той работе, которую мы ведем, потому что министр эти вопросы поднял. Вопросы формирования доступной среды для инвалидов и демографическую ситуацию министр обсудил на селекторном совещании с регионами Дальнего Востока. В целях повышения рождаемости в России на второго и последующего ребенка выплачивается материнский капитал. В 53 регионах работает программа «Третий ребенок». Также выплачивается субсидия на приобретение жилья семьям, родившим пятого ребенка и более. Также субсидия выплачивается семье, где появилась тройня. Ранее министр предлагал поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет, поскольку в России наметилась новая демографическая яма. Было отмечено, что в целях улучшения демографической ситуации необходимо повсеместно развивать инфраструктуру. Открывать больше детских садов, школ, поликлиник.